Закон о защите святых мест Если сейчас мы примем постоянную границу, это будет непоколебимая граница государства Израиля. Я прочел уйму книг и на вид мой чердак. То ли мудрый старик, то ли старый мудак. Есть еще 4 дня в году, когда поминают всех умерших больше года. Независимо от даты смерти. Это поминание идет по маме. Перед заходом солнца, вот этих чисел, вы зажигаете поминальный огонек, который будет гореть сутки, и через час после этой даты вы его гасите. Смысл этого огонька должен быть не светом, а символом горящей души. Мечта о театре Благодаря силе воли, наверное, унаследованной от отца офицера, Женя скопил необходимую сумму для дороги в Москву, где он поступил на отделение режиссуры в театральное училище Вахтангова. После окончания училища Евгения пригласили в труппу московского театра мимики и жеста. Видал, сняв, какого цвета стал? Фиолетово. Теперь туда, в приют Гуте. Самый опытный в команде альпинист вызвался протаптывать тропу. А эта задача не из легких и может подкосить даже продвинутого восходителя. Они приходят сюда, к стене плача, чтобы, как и тысячу лет назад, помолиться за народ Израиля и послушать благословения коинов собираются евреи со всего мира. Они обещают, что здесь предположительно несколько десятков тысяч коинов. Сила их благословения действительно просто неимоверна. Я действительно в это верю. И каждый раз, приходя сюда, я чувствую вот эту вот силу благословения и прямо присоединяюсь к общему народу, к общему состоянию. Благословение коинов – это текст, одна из древнейших. Че ты лыбишься-то? Сумочки, сказочки. Все по сто рублей. Ты свои сказки и сумочки по сто рублей можешь себе в жопу запихать, понял? Чтоб я тебя не видел на свече остановки. Ну, конечно. Вот так вот. Красавица! Может, тебе сказку на ночь почитать? По 26-м московским международным кинофестивалям не стали разгонять тучи, как это принято в столице по праздникам. Зато над звездными головами распахнулись 57 классических английских зонтов с деревянными ручками. Главному гостю он, правда, не понадобился. Тучи перед солнцем в голливудской кинематографии раступились. Квентин Тарантино прикатил в Москву с верхушкой компании «Миромакс». Фестивальный экран – лучшая точка для старта в российском прокате в Тарантиновской саде убитых. Вот оно, наконец, свершилось. Каждый год я мечтаю приехать сюда. И сюда, и сюда, и сюда. Только познакомившись со своей страной, можно стать настоящим израильтянином. Я стою на израильской земле, а это уже Ливан. Таможня дает добро. Пошел на охоту. Отдых в Израиле. Ай-яй-яй! Эй, гражданин! Молодой человек! Помогите! Он платье не по мне. Вот счастье-то привалило. Опять Ерёмка. Другой крыши в деревне нет? Аленка, дай сосредоточиться. Не кипятись, Ерёмушка. Остынь, пар выпусти. Царь! Ты сам улетишь! Пар? Мудапешт – это Дунай. И мосты, мосты, мосты. Итак, Будапешт. За две тысячи лет Будапешт повидал многое. Его расцвет пришёлся на начало. В зеркало король еврейской сцены смотрит, как в историю. Михоэлс видит весь 20-й век. Он видит его на своём загримированном лице. Он с горечью предчувствует ту страшную трагедию советских евреев, которую готовил им Сталин. Хотите ближневосточную мудрость? В Израиле место под солнцем не главное. В Израиле вся борьба за место в тени. Такой народ, такая зависть, такие сплетни. Просто не хочется жить далеко от Тель-Авива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если иностранцу захочется чего-нибудь русского, в Тулу его надо везти. В старинный русский город Тулу. Здесь и пряниками печатными полакомятся, и расписной самовар на память купят, и про писателя Толстого, что с крестьянами сено косил и лапти шил, расскажут иностранцы. Переступили красную черту. За полтора года революции стремительно обесценилась человеческая жизнь. И те, кто ходил к зданию суда просить отмщения за кровь павших, без колебаний брали в руки камни и запускали их в головы стоящих напротив. В России так не играют в снежки, как в Каире в камешке. Благо нагнись, протяни руку, и оружие пролетариата у тебя в ладу. В Пицфате мне рассказали о Миле Розенфельд, художнице и хозяйке крошечного музея кукол. Его сразу-то и не найдешь. Да и сама Мила в эти дни была в отъезде. Дорогу музей мне показала семья местных вот таких вот маленьких знатоков. Швычок в своем механическом устройстве это как бы естественное продолжение руки. Вот ребенок почувствовал. Это конкретное ощущение. Вот рука идет и клоняйся. У ребенка уже это зафиксировалось. Он же не будет. Ему скажешь, держи так, это уже на всю жизнь. Самое главное, первичный импорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok